Я могу сказать, что ребята мне все очень порадовали. Особенно, конечно, нравится, что не просто люди начинают кататься. Мне очень нравится, что здесь люди, насколько я увидел, не бросаются вот эти вот плоские все трюки с плоской воды. Конечно, здесь это весело, потому что здесь можно прям полетать высоко и так далее. Даже мне понравилось. Я в жизни пробовал двойной S-Band. Честно говоря, я очень не люблю эти трюки, потому что, ну, считаю, что это немножко не наша тема, да, то есть это больше такая кайтерская история, да. То есть для меня кабель — это парк. Это все, это obstacles, то, что называется obstacles only, да. Только obstacles, только препятствия. То есть и перила, и трамплин — вот это прям то, что нужно. Что касается лебедки, к сожалению, у нас люди, у нас люди до сих пор немножко не догоняют то, что флэт-трюки, вот, и эр-трюки, да, это не стайл. Они немножко еще этого не понимают. То, что лебедка только пришла, им хочется, у них это получается, потому что это действительно, это не сложно, да, но хб, это нужно тратить на это время, но это не сложно. Это не так сложно, как на самом деле Катя. Вот, и люди из-за этого, они бросаются на это и говорят, да, все, круто, я, например, делаю, я делаю там S-Band, или я делаю там, ну, 313, либо еще что-то я делаю. У них это получается, они получают удовольствие. Но если ты посмотришь на всех мировых райдеров, они умеют делать эти трюки, естественно. Но просто во фрирайде, в котором я наблюдаю, там, каждую зиму катаюсь со всеми ребятами в тайминг-парке, прям, не знаю, с тем же самым Дэниел Грантом или Домиником Гюрсом, чемпионом мира последним, да, ребята, они не особо любят флэт-трюки. Мы катаемся с ребятами, как раз-таки, которые уже, типа, нет, флэт это не стайл, да, то есть, остается, мы его особо и не прыгаем. То есть, я там начал чуть-чуть прыгать, но чисто для себя, чтобы иметь какое-то просто понимание развития, где надо там применить, скажем, да, вот. Но я его, в общем, в своем не люблю делать. То, что ты можешь покаять на периодах, на трамплинах и так далее, это гораздо более важно, потому что даже по катанию, сколько у тебя фигур стоит, сколько ты очков можешь набрать на фигурах, потому что, к сожалению, джибинг в России пока не очень. Пока.